Добро пожаловать на канал HardRessetInfo. Перед нами находится телефон Poco C50. И сейчас мы разберемся, как обойти защиту Google при сбросе пароля на данном телефоне. Итак, во-первых, для того, чтобы все прошло успешно, у вас должен быть Wi-Fi с подключением к интернету, у вас должен быть доступ к этому Wi-Fi. И второе, это у вас должен быть телефон заряжен где-то минимум на 50%. Третье же, это вы должны осознавать, что сейчас вы с помощью этих операций соберете абсолютно все данные с вашего телефона, но не только пароль или еще чего-то. Итак, включаем наш телефон, зажимаем кнопку питания. И держим до всплывающего окна. Здесь нажимаем выключение и снова выключение. Экран тухнет, ждем несколько секунд после этого. После чего зажимаем кнопку увеличения громкости и кнопку питания для перехода в Recovery Mode. При появлении лого и ощущения гудка отпускаем кнопку питания, но продолжаем держать кнопку громкости. Итак, мы перешли в Recovery Mode. Здесь не работает сенсор, но для того, чтобы спуститься вниз, вам нужна кнопка уменьшения громкости. Для того, чтобы подняться вверх, кнопка увеличения. Для того, чтобы нажать на какую-то кнопку, нужно нажать на кнопку питания. Wipe all data. Confirm. Форматирование завершено. Back to my menu. And reboot. Reboot to system. Таким образом, мы стерли все данные с нашего телефона и перезагрузили его. Итак, здесь мы нажимаем на стрелочку «Далее». Язык мы менять не будем, так как он нам необходим для дальнейших настроек, но убедитесь, что это английский, а не испанский или польский. Дальше на рандом выбираем регион, сейчас это не важно. Нажимаем снова «Дальше». Если просят ввести пин-код, ансив-карты вводим спокойно, нет проблем. Выбираем клавиатуру Gboard, нажимаем «Дальше». Next. Даем, соглашаемся с словами использования и политикой приватности, нажимаем «Дальше». Ну, тут уже не получится настроиться без Wi-Fi, потому подключаемся к Wi-Fi. У него обязательно должен быть доступ к сети интернет. Нажимаем «Коннект», после чего возвращаемся обратно на стартовый экран. Здесь на стартовом экране нажимаем двумя пальцами на экран и держим. Итак, режим специальных возможностей стал доступен. Итак, функция «Talkback» была включена. Я понижу звук телефона, чтобы вы меня слышали. Здесь нам нужно нажать... Ничего нажимать не надо. Нужно сделать свайп с левого края в правый. И не отпуская палец, поднять его вверх. То есть, такую нарисовать большую, обратную, L, английскую. Слишком многое описание L. Итак, делаем этот свайп. Рисуем эту L. Повторяйте жест, если что-то не работает. Итак, здесь нажимаем «While using the app» и дважды кликаем по экрану. Здесь нажимаем «Use voice comments». Перед тем, как дважды кликнем на экрану, вот что нужно сказать. Нужно будет сказать «Open Google Assistant» и «Open YouTube». Нажимаем. «Open Google Assistant». «Open YouTube». «Open YouTube». Итак, здесь нам нужно нажать теперь две кнопки громкости одновременно. Ждем уведомления. Нажимаем «Turn on» здесь. Снова нажимаем. Кнопки громкости. «Talk back» опять включился. Нажимаем «Close». «Close». И снова зажимаем кнопки громкости. «Talk back» был отключен. Теперь на этом шаге нажимаем иконку в правом верхнем углу. Иконка аккаунта. Здесь нажимаем «Help and feedback». То есть «Помощь и отзывы». В поисковике мы вводим «Delete». «Disable and manage unused apps on Android». И выбираем вот в первом шаге у нас есть ссылка на настройки в нашем приложении. Настройки приложения, если быть точнее. Здесь мы заходим в Android Setup и нажимаем «Force Stop». «Ок». Кнопка должна стать серой. Если все стало серым, все нормально. Если кнопка не кликается, все хорошо. Если с этим закончили, переходим в лист настроек, в лист приложений и ищем здесь «Google Play сервисы». Находим их. И сначала нажимаем «Disable». «Disable app». После чего снова заходим в «Google Play сервисы» и нажимаем «Force Stop». «Ок». Теперь ищем в этом же листе приложений «Настройки settings» и нажимаем «Open». Здесь мы спускаемся вниз в «Additional settings» и здесь выбираем «Accessibility», то есть «Быстрый доступ». Выбираем здесь функцию «Accessibility menu», то есть «Меню быстрого доступа» и включаем кнопку для активации данного меню. Даем необходимое разрешение, нажимаем «Ок». И у нас появляется такой вот желтый человечек. Когда он у нас есть, зажимаем кнопку «Питание» и нажимаем «Reboot». Дважды. Теперь вводим пин-код, галочка, свайпер. Здесь мы уже можем выбрать язык, которым нам будет удобнее пользоваться. Нажимаем «Далее». Регион определился автоматически. Нажимаем «Дальше», «Дальше». Условия использования. Ставим галочку. «Дальше». «Дальше». Здесь нужно чуть-чуть подождать. Здесь нажимаем «Не копировать». И ждем секунд 7 после этого, пока телефон не перейдет в режим замкнутого круга. Ну, галкурежим. Просто не сможет дальше загружаться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь нажимаем на нашего желтого человечка по правой стороне экрана. И нажимаем «Гугл ассистент». 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 google ассистент снова google ассистент снова google ассистент так пока не появятся настройки они исчезнут снова настройки нажимаем настройки 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 снова настройки перешли в настройки нажимаем быстро включить и вот мы перешли на тот экран который нам нужен сервис и google еще 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 принят здесь выбираем поисковой движок далее пропустить ок дальше дальше пропустить дальше настройка завершена на этом все защиту google мы обошли для того чтобы уже точно все было хорошо зайдите лучше настройки и сделайте уже сброс по-нормальному через factory не через recovery mode но просто через настройки по телефоне здесь нажимаем сброс настроек нажимаем стереть все данные сброс настроек после чего нажимаем далее далее и сброс настроек на этом все спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки до скорых встреч до новых встреч у 뭐 до новых встреч